Новое видео выходит каждый день в 20.00. Подписаться на него где-нибудь и так далее. Ну, в общем, ладно, сегодня мы поговорим немного про другое. Поговорим про одного из амбассадоров, или он, наверное, вообще один. В общем, про амбассадора такого проекта в GTA Samp, как Diamond Roleplay. Дело в том, что совсем недавно на сервере Quartz сняли администраторы, который продавал запрещенную информацию, то есть Admin Info. И это расследование провел, знаете ли, такой амбассадор, как я уже сказал, Diamond Roleplay, Рома Дид. Ютубер закупил администраторской инфы и таким образом поймал данного администратора. И там действительно было достаточно много совпадений, которые указывало именно на этого администратора, который делал именно такие плохие злодеяния. И вы знаете, так как, ну вот, на каких-то других серверах на эту админинфу уже всем давно похуй. Вот после того, как начали ставить каких-то ютуберов на админки, то, ну, в принципе, всем уже стало как-то на это, ну, реально похуй. То есть, ну, всем поебать там. Ну, есть это админинфа, нету там админинфы. Кого выдвигают, кого не выдвигают, кого поставили на пост лидера, кого сняли с поста лидера. Это уже, ну, ни для кого не секрет, так как на ютубе есть большое количество видеороликов там ютуберов, которые сливают вот эту вот самую админинфу. Однако, то есть, если какой-то администратор сливает эту самую инфу, то ему выдается бан. Вот прям, не, ну это бан. То есть, прям реально, вот как волокас за фотолупы выдает бан. Вот так же и администрация Даймонда. То есть, самая главная администрация, какая-то там, я не знаю, красная или наподобие того, она выдает баны вот именно таким людям, которые продают какую-либо админскую инфу. И мне это абсолютно непонятно. То есть, это такие охуительные двойные стандарты, что я прям не могу. То есть, администратору нельзя, а ютуберу можно. И да, я понимаю, что ютубер и администратор, это немного разные люди. То есть, ютубер создан для того, чтобы приводить онлайн на сервер. Для этого ему сопоставляются вот самые нужные условия для того, чтобы он мог нормально делать как раз-таки этот самый контент. Однако, с другой стороны, ну если уж ютубер сливает вот эту вот самую админскую инфу, то почему самим администраторам нельзя сливать эту инфу? Я просто не понимаю. Ну, в самом деле, то есть, ютубер сливает тут ради просмотров, какой-то админ сливает ради денег. А просмотры, то есть, ну это те же деньги, они просто потом, немного погодя, генерируются в аудиторию и, то есть, в деньги. Но я этого абсолютно не понимаю. Вот как мыслит Diamond Roleplay? Вот, ну прям, я вообще не понимаю. И вы знаете, за данного администратора встало там что-то несколько лидеров и несколько администраторов или, ну в общем, в целом, 88, порядка 88 человек встало на поддержку вот этого самого снятого администратора в пользу того, что, ну вот, ну вот так вот. Ну, то есть, ну вот так вот. И, блять, понимаете, вот лидерам, которые поддержали вот этого вот снятого администратора, они получили письменный выговор. На полном серьезе. То есть, я вам даже сейчас прочитаю. То есть, получают выговор следующий лидер за массовый офф-топ в техническом разделе. И вот тут никнеймы лидеров. Я понимаю, поддержать и все такое, но то, что у нас половина сервера офф-топ в тех разделе, а потом нам говорят об этом красные, нехорошо. Ну, то есть, снимать какого-то администратора за слив админ-инфы, когда те же самые ютуберы сливают эту самую инфу, это нормально. А вот то, что лидеры хотят поддержать этого самого человека, это уже хуёво. Нет, это реально такое преступление. Это просто охуеть. Diamond. Diamond, блять, как вы, сука, что с вами не так? Diamond, блять, почему так все сложно-то, я не понимаю. Сука, ну тут же все пони... Если уж вы ютуберам даете право сливать вот эту вот самую админ-инфу, то и администраторам тоже дайте такое право. Либо просто не вводите на это запрет, чтобы каждый желающий мог посмотреть любую админ-инфу, там, списки на выдвижение и так далее. Почему вообще списки на выдвижение или ЧС-проекта это какая-то закрытая вещь? То есть почему это так происходит, я не понимаю. Ведь вы же сами родили этот самый спрос на вот эту вот админскую инфу. И для чего вот это вот так делать? Я просто не понимаю. Вот этого администратора, который продавал админ-инфу, его занесли в ЧС-проекта. То есть все, он там не может играть только если поменяет, наверное, внешность, поменяет голос, поменяет игровой аккаунт, докачается заново. И опять-таки отстоит несколько лидерок, после чего встанет на админ. Какое же это ебанное рабство, вот если сейчас так понимать. Однако люди осознанно на это идут и им осознанно вот так вот делают. Я не понимаю, блядь, Даймонд Рулиплей на полном серьезе, вы что, вы ебанутые, блядь, или что? То есть серьезно, блядь, вы серьезно, вы на полном серьезе про это, блядь. Я не понимаю, чувак, нет, это полнейший пиздец, блядь. То есть ютуберам можно, администраторам нельзя, охуеть. Ютуберы это же те же самые администраторы, серьезно. И то есть я не, я в самом, блядь, я не понимаю, что, зачем, нахуя. Даже, блядь, этот Даймонд, он такой ебнутый, блядь, у него что, в пиар-компании такая хуйня? Что, блядь, в админском разделе такая хуйня? Они даже речь не могли, блядь, выдать ебаную админку, потому что боялись за слив вот этой вот админ информации. Да кому она, блядь, нахуй нужна эта админ информация? Я просто не понимаю. Сука, ну что, ну продал, блядь, админ информацию? И что с того, блядь? То есть, я не понимаю, либо вы запретите всем, чтобы только там, я не знаю, по пин-коду входили во все эти темы на форуме, которые запрещены другим людям. Либо я не знаю, ну в самом деле. То есть, я помню, когда я играл на Адвансе Уорренже, там за банальный скриншот админского чата, то есть без разницы какие там сообщения, могли забанить. Серьезно, блядь, серьезно. То есть, были такие прецеденты, там вот, ладно, я не буду называть никнеймы, вряд ли кто-то знает этого человека, и это вообще случай. Но это пиздец. Это в самом деле пиздец. И я просто не понимаю, нахуя? Вот вы мне можете объяснить, нахуя, блядь? Серьезно, то есть, у Даймонда и так репутация в последнее время складывается не особо хорошо вот с этими, со всеми пиар-менеджерами, вот с этими лысыми из Даймонда, с Брайаном Фьюри. Вот эта вот ситуация тоже была, и то есть, блядь, вас ничему жизнь не учит, абсолютно. То есть, ебать, это уже нужно было понять, что нужно как-то смягчить политику по поводу всего, и по поводу рекламы, блядь, и по поводу, нахуя, админского раздела. Но это ж пиздец, блядь, это полнейший, блядь, пиздец, я не понимаю. Нахуя-то, блядь, ладно, похуй, сняли вы админа. Лиди, блядь, выговоры лидерам, блядь, выговоры, нахуй, лидерам за то, что просто они заступили за человека. Охуительно, блядь, а почему Роме Диту, блядь, нету выговора за то, что он спалит, да, блядь, не то, что вы, почему он нахуй до сих пор стоит на этой ебаной лидерке? Я просто не понимаю, если тут такая хуй, ой, не на лидерке, почему он до сих пор стоит на этой ебаной админке, если, блядь, нельзя сливать эту инфу? Что за, блядь, двойные стандарты? Я просто, блядь, не понимаю. Да, ютубер это не совсем игрок, это человек, который призван поднимать онлайн любыми возможными способами. Однако, сука, если вы разрешили ему показывать админ инфу, то разрешите другим администраторам тоже показывать инфу. Сука, я не знаю, пусть они как-то с вами там входят в долю, делятся с вами, я не знаю, как-то контролируйте это или наподобие того, зато это будет легально, зато никого не забанят. То есть, тут это абсолютно безвыходное положение. Я даже уверен, что администраторам на даймонде им же не платят реальных денег, это как на сам прп, там, 30 тысяч виртов по идее и не более того. Это пиздец, это такой пиздец, это просто габела ебаная. Я не знаю, блядь, как вы такое делаете, нахуй вы так поступаете? Вы, блядь, вообще считаете, вы по совести поступили, блядь, или нет? Ну, это ж пиздец, блядь, это ж реально пиздец. То есть, ебать, ютуберу нихуя нету этому Роме Диту, блядь, ромашки этой, ромочки, ему нихуя нету. А вот администраторы сняли, вы представляете, администратор, который, блядь, испокон веков, блядь, трудился, стоял на лидерках, делал все возможное, чтобы его поставили на эту ебаную админку, и тут, сука, он один раз оступился даже, блядь, он не слил админку, он не сделал что-то плохого, он просто слил админ инфу. Что в этом такого, я не понимаю, и тут его, блядь, все. И, блядь, тех, кто его поддерживал, дали выговоры, это охуеть. Было бы охуительно, если бы все лидеры объединились и ПСЖ после вот этого вот говна ушли. Было бы вообще охуительно. То есть, реально, вот сказали бы, мы не можем терпеть такое говно, все бы нахуй ушли. Они бы сразу зашевелились и подумали, блядь, что-то мы, походу, сделали не то. Вот это пиздец надо исправлять. А так, то есть, пока все терпят, всем пиздец. Я же уверен, даже недовольства никто никакое не высказал, все, как обычно, терпят. В общем, ладно, терпите дальше. Всем спасибо за просмотр данного видеоролика, всем пока.